Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 4 сентября, и так как меня сильно испугали вчерашние репортажи из Кемеровской области о снегопадах, я посмотрела по телевизору, что все вообще сплошным покровом у них лег снег на какое-то время. Я очень испугалась, и вот сегодня буду снимать спелые перцы с открытого грунта. Но перед тем, как все их оборвать, я вам покажу, какие из них поспели. И обращу ваше внимание на то, какие поспели запланировано, но я предполагала и была уверена, что они поспели, а какие поспели неожиданно, то есть те сорта, которые не предназначены вообще для выращивания в открытом грунте крупноплодные, поспели в этом году за счет погодных условий. И из этого я сделала вывод, что не столько зависит от сорта, сорт может вызреть у нас в сибирском регионе любой, главное, какое будет лето. Вот нынче лето было очень теплое, и я потом дальше пройду, покажу вам, какие крупноплодные сорта вызрели в открытом грунте, без всяких укрытий, безо всего. Перец до сих пор стоит у меня открытый и будет открытый стоять. Сейчас я сниму спелые плоды, ну а какие останутся, те, как, будет если сильно холодно, сниму зелеными. Так и предполагалось, конечно, поспели винни-пухи, так как они для этого предназначены, я вам сразу говорила, что винни-пух поспеет однозначно в открытом грунте. Это карликовый сорт, кому будет интересно, можете назад отлистать, я очень подробные видеообзоры делала. Несмотря на то, что он маленький, видите, у него какая перчина, такая толстая, здоровая, тяжелая. Винни-пух поспел, это ожидаемо. Потом поспел винти, но он как поспел, ему осталось прям буквально несколько дней, он, видите, в какой зрелости, вот в такой вот. Потому что перчины, их много, они большие, и они немножко подольше, видите, все стволы увешаны. И вот ему буквально нужно неделю, чтобы он поспел весь. Некоторые уже вообще красные, некоторые только вот начинают розовые проблески. Про него я тоже вам говорила, что этот перец поспеет. Он предназначен для этого, его можно выращивать без теплицы. Также поспела выборочно медаль. Ой, как подойти-то к ней. Сейчас подождите, я прокручусь сюда. Поспела медаль, она тоже хорошо прям так, видите, перцы все небольшие, снимать их сложно. Хоть на пол ложись, на землю, но сегодня очень холодно. Вообще, я на такие подвиги... Ой, могу пойти, но только холодно сильно. Поспел перец таежный. Про него я тоже говорила, что он поспеет, он карликовый. Он сам карликовый, но стручок у него нормальный, такой же, как у всех. Вот это были те сорта, от которых я ожидала, что они созреют. И которые были как запланированы, что они созреют. Но очень удивили меня сорта крупноплодные, которые поспели неожиданно для меня. Я вот вам говорила, что у меня вот этот вот экспериментальный участок, вот не хватило кому места в теплице перцам. Я их сюда понатыкала по несколько сортов, по несколько штук каждого сорта. Очень удивил гладиатор. Несмотря на то, что он является очень крупноплодным, до 400 может быть эта перчина. Видите, вот моя ладонь, он больше моей ладони. Несмотря на свои большие размеры... Ой, соседская собака. Он тоже поспел. Вы посмотрите, эти огромные перчины. Я вот их сегодня сниму, я потом вам покажу. Также поспел бутус, который я вам показывала в теплице. Но то, что в теплице он поспел, это ясно. Поспел и в открытом грунте. Идем дальше. Короче, гладиатор поспел, бутус поспел. Еще поспел блондин. У него... Где же добраться? У него перчины. Вот они сначала желтенькие вот такие. Потом делаются вот такие вот оранжевые, яркие, красивые. Это у нас блондин. Еще поспела очень-очень много других сортов. Поспел... Ой, подождите сейчас. Тут у меня заросли, я что, сюда не ходила все лето. Они у меня как дикошарами росли. Поспел в открытом грунте желтый слон. Вот он. Ну вот они висят. Перчины. Вот сегодня буду их добывать, вырезать. Это тоже для меня было удивление, потому что он очень высокорослый. У него большой куст, и он считается как нераннеспелым. Но больше всего меня удивил сорт, от которого... Сейчас, подождите, я достану. От которого я вообще не ожидала зрелости в открытом грунте. Это вот дольче итальяна. Вот видите, вот такие стручки. Вообще они такой оригинальной формы, вытянутой. Они вот два дольче Испании, дольче итальяна. Импортный сорт, теплолюбивый, завезен с Италии. Он у меня тоже поспел нынче в открытом грунте. Но это, конечно, спасибо нынче жаркому лету. Но я по всем не буду шариться. Тут, во-первых, роса мокра. Видите, почти все, которые я высадила лишние, как бы на испытания, поспеют, не поспеют. Видите, везде краснеют. Нынче вызрели почти все перцы в открытом грунте. Это, конечно, очень меня удивило. Это очень странно. Обычно я высаживаю, если в открытый грунт, уверена в том, что ранние поспеют. Но когда поспели такие, как гладиатор огромнейший... Ой, сейчас я сорву вам его. Видите, вот моя рука и кончается она вот здесь. От гладиатора я этого, конечно, не ожидала. Это тепличный сорт, который я считала всегда тепличным. Но нынче он тоже вызрел. Вот солнышко помогло. Так что это не всегда даже от сорта зависит, от погодных условий. Я, конечно, такие огромные никогда не высаживала. Просто нынче лишняя рассада образовалась. Вот это был краткий видеообзор тех сортов, которые поспели у меня в открытом грунте. Сейчас, конечно, уже прохладно. Я вот которые поспели сниму. А остальные будем смотреть, сколько еще поспеет. И, конечно, желательно бы... Сейчас вот идет у нас волна похолодания. Желательно бы, чтобы еще была теплая погода. Столько плодов, которые вот в такой фазе молочной зрелости, которые уже вот в двух шагах от зрелости. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мои томаты... Ой, томаты. Перцы в открытом грунте.